Всем привет! В этом видео я хочу рассказать о причинах затрудненного пуска двигателя Volvo D5D, устанавливаемого на экскаваторы и погрузчики Volvo BL61B и Volvo BL71B и рассмотрим наиболее частые неисправности топливной системы. Друзья, думаю многие из вас, кому приходилось ремонтировать АКПП или трансмиссию, знают с какими трудностями можно столкнуться при ремонте. К тому же если ремонт производится на спецтехнике или коммерческом транспорте. Это и отсутствие нужных запчастей, а зачастую и грамотных специалистов. Отдать в ремонт дорогостоящий агрегат в малознакомую мастерскую это всегда огромный риск. Я на собственном опыте прочувствовал это и знаю сколько хлопот могут принести шарашки на конторы, где основная цель это разовая прибыль и ни о каком честном имени там речи быть не может. Я же хочу в свою очередь посоветовать проверенную крупную компанию Авергрупп, имеющую филиалы в таких городах как Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону. Фирма Авергрупп уже 15 лет занимается ремонтом АКПП, таких фирм как ZF, Volvo, Caterpillar, Ellison, Dana и т.д. Квалифицированный персонал, знающий свою работу, выполнит ремонт любой сложности. А наличие спецоборудования позволяет испытать АКПП после ремонта. Ссылка на компанию Авергрупп будет в описании к этому видео. Меня сподвигло создать это видео в полное отсутствие какой-либо информации по данным двигателям. Для начала хочу отметить, что двигатель Volvo D5D достаточно надежный агрегат, отчасти благодаря его простой конструкции. Но, как известно, вечных двигателей не бывает, поэтому даже на самых надежных бывают неполадки. И хорошо, когда они незначительные, и для их ремонта иногда нужно всего лишь знать принцип работы. А принцип работы топливной системы двигателя Volvo D5D достаточно просто надежен. Из бака топливо подается на ручную помпу, в корпусе которой устанавливан обратный клапан. К корпусу крепится фильтр грубой очистки с отстойником. Далее топливо подается на подкачивающий насос низкого давления, приводимый за счет приводного ремня двигателя. После насоса топливо подается на корпус фильтра тонкой очистки топлива, затем на рампу, находящуюся в головке блока цилиндров. Там же установлены 4 отдельно стоящих ТНВД, на каждый цилиндр отдельно. Из рампы топливо подается на все ТНВД. Распределительный вал приводит в работу плунжера насосов высокого давления. Подача топлива регулируется тягой, соединенной с регулятором подачи топлива и с рычажками топливных насосов. Поворачивая рычажки, осуществляется регулировка подачи топлива. От насосов топливо под давлением подается на форсунки двигателя. Лишнее топливо из рампы уходит обратно в бак, через клапан обратки. Задача клапана обратки в том, чтобы поддерживать в рампе определенное давление, необходимое для запуска двигателя и его стабильной работы. Вкратце это устроено примерно так. И все бы хорошо, пока все работает, но в этой системе бывают неисправности. Так вот, давайте рассмотрим, какие именно. Итак, начнем, как всегда, с небольшой предыстории, так как в ней обычно хранится ответ на вопрос. На 6000 мод часов необходимо было выполнить техобслуживание. К слову, самое большое ТО. Мы вызвали представителей официального сервиса. Считаю важным отметить, что на протяжении всего срока службы экскаватора-погрузчика двигатель запускался идеально. И на холодную, и на горячую, просто от слова «всегда». Проконтролировать ход проведения ТО не получилось, хотя я всегда старался это делать. Появились неотложные дела. По возвращении я обнаружил мастера, пытающегося прокачать топливную систему после смены топливных фильтров. Как он мне пояснил, у него не получается прокачать систему. Он откручивал клапан обратки для того, чтобы прокачать систему. Зная схему топливной системы данного двигателя, я, конечно, удивился. Зачем откручивать клапан обратки? Обычно после смены фильтров для вывода воздуха, приоткручивается болтик над фильтром тонкой очистки. Прокачивая ручной помпой, заполняют фильтра и систему топливом. После того, как из-под болтика начинает идти соляра без воздуха, его закручивают и продолжают заполнять систему дальше. Пока помпа не перестанет качать и станет твердой. После этого двигатель запускается с первого раза. Я объяснил мастеру, что он делает этот процесс неправильно и сам прокачал систему. Все прокачалось. Теперь вместе закончили выполнение ТО. Я запустил двигатель, все работало нормально. В этот день работы не было и я поставил машину. На следующий день при запуске двигателя он не завелся, как обычно с первого раза. Пришлось подкачать ручной помпой. Я первым делом подумал о том, что возможен подсос воздуха. В этот день заняться этим вопросом не получилось. Каждое утро двигатель требовал подкачки топлива ручной помпой. Без этого не заводился. Выбрав время, я приступил к выявлению и устранению причины данной неисправности. Для начала протянул все соединения. На следующее утро двигатель также не запустился без подкачки. Еще через какое-то время, зная, что ручная помпа работает не идеально, бывало процесс прокачивания происходил проблематично, поменял помпу. Заменив помпу, я надеялся, что проблема с запуском исчезнет, так как в корпусе ручной помпы имеется обратный клапан. После замены ручной помпы прокачивание заметно стало быстрее, но затрудненный пуск двигателя по утрам не исчез, а со временем даже стал прогрессировать. И затрудненный пуск двигателя стал проявляться даже после 1-2 часов простоя. Приходилось подкачивать ручной помпой или крутить двигатель. Еще через некоторое время мне это порядком надоело. Я решил заняться этой проблемой вплотную. Этот процесс осложнялся нестабильностью проявления неисправности. Пробуешь запускать, все отлично, а утром опять нужно качать. Тогда я подумал о клапане обратки. Ведь получается, что за ночь давление перед насосами пропадает, а за это отвечает именно клапан обратки. Открутил клапан, осмотрел его и обнаружил скол на седле клапана, куда упирается шарик. И уже было хотел его заменить. Но после его продувки и проверки вакуумом, скорее всего многие знают, как проверять клапан языком. Конечно, это не гигиенично, но просто и практично. В итоге клапан оказался рабочим и отлично держал вакуум. И несмотря на скол седла, я решил его оставить. Естественно, при себе всегда имею запасной клапан, на случай, если штатный окончательно накроется. Чуть позже объясню, почему не заменил клапан сразу на новый. Заодно обнаружил на трубке обратки глубокую потертость и решил заменить ее на шланг. Отрезал трубку от штуцера клапана и от штуцера бака. Вместо фитинга на баке закрутил заранее подготовленный штуцер, разумеется, с подмоткой. И установил бензостойкий шланг с кордом. После проведенного ремонта двигатель запускался, как и раньше, с полоборота. Даже после зимних праздников, когда экскаватор-погрузчик стоял около недели, при этом он стоял на улице при минусовой температуре, двигатель завелся с полоборота. Точно такая же хронология событий произошла и на второй вольвешке. Сначала отказала ручная помпа. Заменили помпу. Затем появился затрудненный пуск двигателя по утрам. Открутив и проверив клапан обратки, выяснилось, что он не выполняет свою функцию, даже после продувки. Так как новый клапан Вольво стоит недешево, было принято решение заменить его более дешевым аналогом. К слову, Камазовский клапан подошел как родной. Правда, чтобы найти в магазинах действительно рабочий Камазовский клапан, нужно очень постараться. Так вот, поставили на вторую машину Камазовский клапан. Также поменяли трубку обратки на шланг, а также и трубку подачи топлива. Заменили шлангом. Так как фитинг не внушал доверия. Двигатель второй вольвешки стал запускаться теперь также без подкачки. Хотя и не так четко, как на моем кормильце. Вот именно по этой причине я до сих пор не меняю свой заводской клапан, зная, что у него имеется дефект. Еще на данных двигателях бывает умирают стоп-соленоиды. При этом двигатель либо резко глохнет, если был запущен, либо просто не заводится. Для выявления данной неисправности достаточно при включении зажигания положить руку на стоп-соленоид и почувствовать или не почувствовать его работу. Его работа заключается в блокировании тяги регулирования подачи топлива. Поэтому если он перестает работать, то тяга остается заблокированной. И подачи топлива на форсунке от насосов не происходит. Это достаточно редкая неисправность, но все же встречается. Если вам понравилось видео или стало полезным, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok